Друзья, всем привет! Сегодня многие задаются вопросом Что будет с ценами на недвижимость? Куда двигается рынок? И стоит ли сейчас покупать квартиру или дом? Или лучше подождать? Буквально за 2 минуты я сейчас сориентирую вас И у вас будут ответы на все эти вопросы Поехали! Понятно, что Центробанк сейчас занимается охлаждением ипотечного рынка То есть введены ряд ограничений для застройщиков А также для банков Для того, чтобы сделать ипотеку менее доступной и более дорогой По идее, это приведет к снижению спроса А соответственно, к стагнации или даже к уменьшению цен Но! Что будет происходить на вторичном рынке недвижимости? Давайте разберем на конкретном примере В частности, вот последний пример Это жилой комплекс лучший В этом комплексе буквально 2 недели назад Я продавал двухкомнатную квартиру В предчистовой отделке За 4 миллиона 150 рублей И это была лучшая цена В том жилом комплексе и в той локации После того, как эта квартира продалась Сейчас можно купить точно такую же квартиру В такой же планировке, такой площади Но уже за 4 миллиона 380 тысяч рублей Следующая же цена Это уже 4 миллиона 500 тысяч рублей За такую же точно двухкомнатную квартиру в этом комплексе Что здесь интересно Что на данный момент На текущий момент Для нас цена 4,5 миллиона На двухкомнатную квартиру Кажется завышенной Потому что у нее есть реальный конкурент За 4,380 Но как только этот конкурент уйдет с рынка То уже та квартира, которая стоит сегодня 4,5 Станет наиболее привлекательной Станет по лучшей цене В данном жилом комплексе Теперь давайте подумаем Как будет вести себя продавец У которого цена 4,5 миллиона Когда у него не останется конкурентов И у него лучшая цена на рынке Будет ли он ее снижать И второй момент Люди, которые будут выходить на рынок С идентичной квартирой На что они будут ориентироваться? На рыночный коридор Низом которого является 4,5 миллиона То есть они будут устанавливать цену свою Даже если они хотят очень срочно продать квартиру В районе этой цены Просто многие считают Что сейчас по какой-то счастливой случайности Из-за того, что там упадет спрос Цены начнут обрушиваться на рынке Но не забывайте, что принимает решение По установке цены И по какой цене продавать свой объект недвижимости Именно собственник, продавец И у него должны быть на то основания И если у него нет на сегодняшний день конкурентов И его квартира по лучшей цене Представлена на рынке То у него нет никакой мотивации Снижать цену И также вот тем скептикам Которые считают, что В Краснодаре много чего строится Тысячи квартир выходят на рынок Но никто ничего не покупает Знаете, что лучшие предложения Либо по низу рынка По выгодной цене Либо в хорошем качестве В хорошей локации В жилом комплексе Либо в состоянии С хорошим ремонтом В который можно зайти и жить Все такие предложения Продаются за 1-2 недели И если на данный момент Вы нашли объект Который вас полностью устраивает Когда вы проанализировали Что он находится На нижней границе рынка По цене Он устраивает вас По локации По состоянию жилого комплекса По инфраструктуре По качеству квартиры То его лучше купить сейчас Потому что Если его не купите вы То его купит кто-то другой А следующий вариант Будет уже выше по цене Задумайтесь над этим